Пчеловодство областным Поэтому кое-какой есть опыт определенный Ну и плюс Новые последние данные Значит, отравление пчел пестицидами Я хотел бы здесь отразить основные моменты Методы выявления диагностики отравления Этапы комиссионного обследования Методика оценки материального ущерба И меры профилактики отравления Следующий Вкратце, пестициды являются химическими средствами защиты растений Они подразделяются по разным направлениям По назначению Здесь есть гиабетиды, инсекцициды, акарициды, фунгициды и другие По способам обработки Есть наземным транспортам, авиационным Аэрозольные, капельные, газовые обработки Внесением почвы непосредственно на растения И обработка семян По характеру Проявления воздействия на организм пчел Есть контактного действия Которое действует на поверхность тела Кишечного действия на пищеварительный тракт пчелы Фумигантное через органы дыхания И комплексного действия По степени опасности подразделяется на 4 категории Есть опасные, высокоопасные Есть средние, малые и практически безопасные Ну и как вы видите в этой таблице Здесь определенные условия их применения То есть здесь зависит от скорости ветра От пограничной зоны воздействия И от периода изоляции пчел Следующий Ну хочется отметить, что Что с пестицидами за последнее время наблюдается Если раньше это были более простые пестициды Которые действовали в основном на пчелу Больше контактно То есть проявлялось заболевание Отравление проявлялось, как правило, быстро, молниеносно Это регистрировалось на всей пасеке На большинстве летных пчел То сейчас Новая группа пестицидов Они стали Больше представлять опасность Не из-за того, что стали более агрессивны А из-за того, что они Как раз-то стали влиять не на летную пчелу А непосредственно уже в улье Проявляться медленным своим проявлением То есть скрытой такой форме То есть они Рабочая пчелка приносит Нектар, на котором находится яд, химический реагент А потом постепенно, говорит, собирается в меде В перге В продуктах пчеловодства И отравление происходит не сразу А может на периоде месяца, двух Или только за зимний период уже регистрируется Также здесь опасность проявляется в том, что Так называемые синергетные действия То есть когда он вступает Еще дополнительно проявляется какой-то реагент химический Допустим, при обработке пчел клеща То здесь идет усиление друг друга И это агрессивно сказывается То есть уничтожает пчел Так вот, как правило Проявляется в типичной, острой, быстрой форме Как я сказал И в замедленной, скрытой форме Ну, как правило, внезапность проявления И на большинстве семей А также регистрируется на Значит, повсеместно На окружающих пасеках Пчелы сначала становятся слабливые Регистрируется гибель летных пчел Если сильные семьи были То они, как правило, начинают ослабевать И видно много ползающих пчел Можно найти и непосредственно Как в Улье, так и близ Улья Самих погибших пчелок Пчелки становятся Наблюдается нервное явление Они срываются с сотов Ползают Становятся малоподвижными Сила семей при этом сокращается И при этом наблюдается Значит, брошенный расплод Разновозрастной То есть сокращается обогрев Появляется, значит, застывший расплод На этом фоне При особенно скрытой форме Появляется Нарушается общее защитное свойство Организма Пчел И начинают развиваться Различные заболевания И эскосферозы И бактериозы То есть Скрытая форма В данном случае опаснее Для того, чтобы разобраться Нужно Если случился в данном случае Отравление То обязательно В этом случае Поставить в известность То есть Уведомить Местную администрацию Будь то сельский совет Или райисполком И обязательно Должно быть Присутствует ветеринарный врач Лучше, чтобы это было Присутствие Районного специалиста По пчеловодству Как правило Отобрать правильно Написать Спроводительный документ Имеет право Только ветеринарный врач Лучше Не заниматься самому Значит Не Отбирать пробы Самостоятельно Не вести их А сделать это Присутствие ветеринарного врача Поэтому Желательно Чтобы ветеринарный врач И вы Сделали комиссионный осмотр То есть Комиссия в данном случае Так же Как и Значит Ветеринарный врач Желательно В течение суток Сделать во всем То есть Собрать комиссию Позвать ветеринарного врача Поставить письменно В известность Местную администрацию Вашу Сельский совет Или райисполком Ветеринарный врач Поэтому должен быть Отобрать Погибших пчел Где-то до 500 штук Свежесобранный мед Который в сотах Особенно находится Пирга в сотах И зеленая масса Если известно Где участок проходил отравление До килограмма зеленой массы Берут это Как правило От 10-20% Пораженных Пчел Явно отравленных Ну Хочу сказать Что Из опыта Не все лаборатории Обладают методикой И не все лаборатории Способны Привести исследования На отравление В данном случае Областные лаборатории Имеющие Хроматографы Разные Газовые Там Водные Или капельные Хроматографы Они могут сделать исследование Но только при условии Известного реагента Если отправить пчел И не указать В сопроводительном документе Какой реагент Искать Никто не сделает И не определит Если проходит время Несколько дольше Чем положено исследовать То то же самое Происходит Как правило В новых Химических Пестицидах Распад Полураспад И уже Обнаружить реагент Тоже тяжело становится То есть В данном случае Все сделать Быстро По горячим следам Привести исследование И узнать В данном случае Есть ли методика В данной лаборатории На вид проведения Хватает ли тестов Хватает ли Там очень сложный анализ Эти хроматограф Там идут сопутствующие тесты То есть Привести идентификацию На многие сложные Пестициты Тяжело А практически невозможно Следующее Ну Заблаговременно Хочется сказать Что можно сделать Лучше конечно не трогать Не лазить в семью Не разбирать Не проводить самостоятельно Какие-то Пасечные работы А собрать информацию То есть Изучить Сколько пострадало Пчелосемей На соседних пасеках Регистрируются ли случаи Что было за травление Было ли Информация поступала О обработках Потому что Сейчас Используется много Пестицидов Которые действуют по-разному То есть Пестициды не только Льют на поля Ими обрабатывает лес Ими может Вытравливать сорняков Поэтому нужно изучить Что в радиусе Пяти километров Были Какие обработки Проводились Собрать Таких же Как говорится Пострадавших Пчеловодов И сделать Какую-то Хотя бы Изначальную фиксацию Фотофиксацию Видео Потом подать заявление Заявление письменное Лучше подать И собрать комиссию В течение суток То есть Подать заявление В сельский совет В райисполком Чтобы ваше заявление Было зарегистрировано Приняли во внимание Как правило Комиссия Созывается Из следующих людей Которые В данном случае Должны Приводить осмотр Это представитель Сельского совета Или райисполкома Главный ветеринарный врач Хозяйства Или района И специалист Управления растеневодства Будь то Или из хозяйства Или из района Области Защиты растений Если есть Остался в вашем районе Районный специалист По пчеловодству То Тоже его присутствие Обязательно Но в данном случае Если имеются Крупные Сильные Общества Организации То Компетентный человек Который Находится В этой организации Может сопутствовать Комиссию И давать Тоже компетентные Комментарии И составление акта Следующее При составлении акта Подробно Составляется По форме Указывается Дата составления Значит Где происходило место Фамилии Должности Лиц Которые участвовали Число Членных семей Которые В данном случае Попали Пострадали Технологии Содержания на пасеке Санитарное состояние Наличие Паспорта пасеки Изучается Где и каким ядом Проводилась Обработка Была или не была Информация В радиусе 5-7 километров Что какие обработки Проходили Кто и когда Значит Уведомлял О обработках Характер гибели пчел Единичный Массовый Значит На одной пасеке Какая сила Семей была Какая стала Вот это все Регистрируется Предполагаемая Причина Отравления Где Каким Реагентом Отбор Пров Пишется В акте Кем отбирался И куда Направляется И Как правило Акт Составляется В нескольких Эземплярах Желательно Чтобы все Они были подписаны Один остается Пострадавшего Один подается Значит Непосредственно Либо в райисполком Либо главного Врача Ну то что В данном случае Можно было Это дело Подробно Как правило Какие причины Возникают казусы Собирается комиссия Посмотрели Кого-то Кто-то пчел Боится Кто-то не понимает Не разбирается Начинает отлаживать На потом Потом на следующий день Не найти специалиста Не собрать комиссию И все это Замешательство Вся эта просрочка Вот этих вот Она влияет В дальнейшем На то чтобы Определить И доказать Кто-что и чего И как правило Информация Быстро распространяется То есть Виновный Старается максимально Как-то Свою вину Утаить Ответственность В данном случае За нарушение И все это Вот Замешательство Задержка Как правило Ведет к тому Что недоказуемо Потом Лаборатория Начинает шевелить Были ли Анализы Какие там Показатели То есть Лучше Я говорю Что это все делается Быстро Компетентно И с обязательным Сбором информации То есть Фото Видеофиксации Следующее Вот я хочу показать Там вот На примере Здесь видно Хорошо Пострадала Пасека Все снимается Подробно В присутствии Комиссии Открывается Ули Собирается Погибших Чел Подмор Сразу Патологический Материал Оформляется На исследования В данном случае Патологический Материал Если это пчелы То В целлофановых Чистых пакетах Если это Рамки С расплодом С медом То ставится В картонные Или деревянные Ящики Между ними Перелаживаются Планками Деревянными Ну и Дальше Следующее Фиксируется Значит Где что Какие пострадавшие Вот все эти Вот важные Моменты Они в дальнейшем Будут Оправданием И в дальнейшем Будут Ну Подтверждаться К акту Если даже Кто-то что-то Не дописал Если что-то Некомпетентно Было проделано Или не были Комиссии Некомпетентны В этих вопросах То по крайней мере На фиксации Можно в дальнейшем Какой-то предъявить Ответственность Следую Вот наглядно Как раз Когда было отравление Вот все это Вот фиксируется Следующее Хочу отметить Еще один факт С которым Борются многие Потом в дальнейшем Что Значит Вообще Все доказательства Проходят через суд В данном случае Есть Документы Которые Ну Гарантируют Ваши права Гражданский Кодекс Который Защищает То есть Мер ответственности Если вам Было причинено Урон Ущерб То вы имеете Право С виновного лица Воздержать Ущерб Причем Не только Ущерб Который Слагается На момент А недопущенная Недополученная Прибыль Тоже Учитывается И здесь В данном случае Комиссионное Грамотное Заключение Чаще всего Является Окончательным Без Лабораторных В случае Невозможности Проведения Лабораторных Следов Окончательным Для того Чтобы Доказать Вину То есть Часто Бывает Из-за отсутствия И методов Диагностики Окончательно Является Грамотно Составленная Комиссия Если Все Члены Комиссии Подписались Если Факты Отравления Были Описаны Грамотно Приложены Документы То Дальше Нужно Руководствоваться Именно Этими Актами Они Являются Первоочередными Следующее Или Значит В период Когда Происходит Комиссия Или Позже Составляется Компетентно Экономический Ущерб Экономический Ущерб Как правило Обисан Инструкции По отравлению Пчел 1989 Года Издательство Глав Упра СССР Оно Не менялось Единственное Что были Дополнения В Рязани В 12 Году Прилагались Именно Методики Расчета Но они Подтвердились Точно так же То есть Издавались Методички По оценке Погибших И отравленных Пчел Я позже Зачитаю Нормативные Документы Как они Зачат Полностью Здесь Учитывается Что Пострадавших Пестицида Погибшие Пчелы Расплод Маток Выбракованный Мед Воск Или сот Рамки Недополученная Продукция С момента Отравления До конца Медоносного Сезона Следующий Ну Таблицы Кратенько Можно посмотреть Значит Все Что Производится Оценка Оно все Учитывается Не Изначально В деньгах А Условных Медовых Единицах И каждый Присваивается Определенная Медовая Единица Если взять Чел То всех Возрастов Это 10 Условных Медениц Условная Меденица Является Одним Килограммом Рыночной Стоимости Меда Справка Берется На территории Региональной Областной В ближайшем Центральном Рынке Пищевом Рынке Администрация Рынка Обязана Дать справку На момент Когда Дается запрос Сколько Составляет Стоимость Одного Килограмма Меда И это В данном Случа Является Одной Условной Медовой Единицей Пчелы В данном Случа Оцениваются В 10 Условных Единиц Матка Плодная В 2 Соты Оцениваются В пол Медовой Единицы Если непригодные На перетопку Идут Расплод Пчелиных Всех Возрастов Оценивается В 10 Медовых Единиц И подсчитывается Так называемые Квадратами Делать Специальная Решесетка Или визуально 5 на 5 Сантиметров И является Одним Квадратом Так приблизительно Расплода В одной Рамке 435 на 300 Составляет 40 квадратов С одной Стороны С двух Сторон Это Если полный Сот Это 80 Квадратов В одном Квадрате Значит Находится 10 Грамм Пчел Будущих Или расплода И в данном Случа Оценка Производится Пересчетом На килограммы Пересчетом На килограммы И перевод На условные Медовые Единицы Мед Который Находится В Улье Оценивается В одну Условную Единицу В случае Значит Необходимости Наличие Пирги Которая Лабораторно Должна Подтверждена Что она Непригодна В нем Находят Нашли Реагент Оценивается 6,5 Медовых Единиц Следующий Меры Профилактики Которые В данном Случа Необходимо Соблюдать На Как Значит Со стороны Сельскохозяйственных Организаций Пчеловода Они подразделяются На Организационные Агротехнические Специальные Организационные Мероприятия В данном Случае Это Комплекс Информации То есть На полях Где находится Проводится Обработка Должно Быть оповещение Как правило Оповещение Должно проходить Как пишут Инструкции За 3-5 дней Но технически Это невозможно Как правило В лучшем случае Если оповещение Прошло за сутки Оповещение У нас проходит Как Хозяйство Где может Где чего Созваниваются Известно Через райвестанцию Может руководствоваться Действовать через Ветеринарных Специалистов Но как правило Объявление На сельском совете Вешается накануне С вечера И все То есть Это объявление Кто видит Кто не видит Ваши проблемы И вот Замеченный Недаром Отразил Что значит Что может В данном случае Больше всего От чего страдает От рапса То есть В период Обработки рапсов Больше всего Страдает Члены семей Период Именно их развития Совпадает С обработками И как бы ни писали Что в период Цветения Запрещено Проводить обработки Оно не работает Потому что Многие стадии Цветоеда А их несколько Они могут находиться Как в стволе Так потом Переходить В цветочий Бутончик И на стадиях Бутонизации Как правило Не действует На все Стадии Все разновидности Цветоеда Долгоносиков Приходится обрабатывать Не только в стадии Вегетации Бутонизации Приходится обрабатывать В стадии Цветения И вот это самое опасное Получается Что действует Не только На пчел Но на всех насекомых Погибают Насекомые в округе И особенно Если высокий Класс опасности Все Все пестициды Опять же Наперед скажу Зарегистрированы В едином Реестре Государственный Реестр Использования Пестицидов Они ежегодно Печатаются И в электронном виде И как правило Для хозяйств Предлагают Более дороже Те пестициды Которые Не причинят Низший класс опасности Третий Четвертый Класс опасности Но не у всех Хозяйств Позволяет Средства Деньги Пользоваться Именно этими Пестицидами И покупает То что Приходится Получается Если не произвести Обработка В данном случае У трапса То как правило Многие Агрономы знают Что теряешь Половину урожая Поэтому Приходится Прибегать К таким Грубым Нарушениям В данном случае Все равно Оповещение Это первоначально И хочу сказать Что при оповещении Нужно Учитывать Еще и Вашу пасеку Если ваша пасека Мобильная Находится на колесах Передвижная пасека То вы должны При переезде Постоять в известность Агронома Руководителя хозяйства Где будет располагаться Ваша пасека И изучить Не проводятся Химические Обрагонки В радиусе Пяти километров Потому что Я уже говорил Что это не обязательно Может быть поле Часто стали Обрабатывать леса Если лесохозяйственная территория Может то же самое Не встретиться Ни с лесником Ни что привести Опыление И самое страшное В данном случае Это авиационные обработки Есть нормативы Которые запрещены На определенных условиях Расстояние Ветре Движение ветра Вообще пользуются Авиационной обработкой Но если есть Авиационная служба Если пользуется И эффективно То будет Обработку Проводить Конечно Предпочтение Больше авиации Это быстро Меньше затрат Меньше средств Но терпит Как правило В округе То есть Если летит самолет То в радиусе Пяти километров Может эта струя Распространяться И поэтому Есть генические нормы Запрещающие Ближе пяти километров Близ водоемов Близ населенных пунктов Проводить авиационные обработки Особенно опасными Пестицидами Ну если применяется Наземный Как правило Транспорт Это как правило Капельный Несение капельного Ну в данном случае Все что может сделать При обработке Это ниже Начать обработку Либо максимально поздно В ночной период Когда пчелы не летают Либо как можно раньше Но скажу тоже Что Как правило Даже малый класс опасности Третий класс опасности Все равно Может сохраняться В 12 часов И от чего зависит Если сырая погода То может Медлиться Распад Подсыхание растения От яда химиката Если Значит в данном случае Дождь Ну в дождь Обрабатываться Агрономы не будут Они избегают этого И отлаживают С дня на день И это срабатывает Так же пагубно Что была назначена Обработка на завтра Погода поменялась График сорвался И там неизвестно Поэтому в данном случае Пчеловод Страдает Больше от всех этих Вот факторов Форс-мажора То есть Каждый пчеловод Должен знать Начинающие Многие уже Те кто работают Знают прекрасно Что делать Как делать Как применять методы То есть В первую очередь Вы должны поставить Свою пасеку Таким образом Работ на пасеке Чтобы у вас Это все было предусмотрено Ну все Было на пасеке Защитные сетки Сверху накидные сетки Если особенно Вы имеете дело С качевкой на рапсе Из организационных мероприятий Здесь можно еще отметить В хозяйствах Если проводят Подсевы Те же самые Медоносы Отвлекающие методы Так называемые Из агротехнических Мероприятий Здесь соблюдение Норм и правил Сейчас я зачитаю Несколько документов Которые значит В данном случае Будет То же самое Являться Основными документами Которые Могут быть Предъявлены В качестве нарушения В дальнейшем суде В данном случае Минутку Сейчас я уже закончу Есть Правила по охране труда При хранении Транспортировки И применение пестицидов В сельском хозяйстве Это постановление Министерства Льгоспрода От 29 января 2009 года Номер 5 Также Этот документ Сельскохозяйственный Я бы отметил Главный документ Который в данном случае В суде может предъявляться Требования Требования к применению Условия Перевозки Гигиенические нормативы Содержания Действующих веществ Пестицидов Это санитарно-гигиенические требования Многие пункты Там запрещают И прописаны Как должны проводиться Обработки Технический регламент Который я говорил Тоже показывает Какими препаратами Можно пользоваться Какие опасные На какие обращать внимание Нормы содержания Продуктов Токсического распада Гигиенические нормы Остаточное содержание То же самое Есть нормативный документ Так Следующий Смотрим Ну вот Все эти нормативы В данном случае Еще раз повторяюсь Правила по охране труда Требования Применения условия Перевозки Хранения пестицидов Средзащита растений Это гигиенические требования Гигиенические нормативы Содержания действующих веществ Пестицидов Регламент Использования пестицидов Республики Беларусь Печатные издания И при Значит в данном случае Судебных каких-то Разбирательствах Ветеринарно-санитарное Правило содержания пчел В Республике Беларусь Это глава 8 Там указано Инструкция по профилактике Отравления пчел пестицидами Старое издание 1989 года А также методики Методические рекомендации По определению Экономического ущерба Отравления И гибели в зимний период Пчелиных семей Это рыбное Это последнее издание Был в 10-м году Следующее Если Времени не хватает Все акцентируют Все нюансы Конечно здесь есть множество Разных подводок Поэтому Мои контактные данные Более детально Я отразил статье Апрельская Статья хозяина Выйдет Со всеми данными условиями Поэтому Рекомендую пчеловодам Ознакомиться С условиями И руководствовать В дальнейшем Защитить себя И обезопасить Пчел от травления пчел пестицидами Спасибо за внимание Великие дякую Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание